А какое Ваше отношение к этому форуму? Ну, очень интересное мероприятие, тем более, что, хотя, наверное, во всех прикаспийских государствах тема каспийского сотрудничества так или иначе поднимается, но нет какой-то системной основы, чтобы это широко освещалось, пропагандировалось. То есть, по-моему, только в России само понятие каспийское сотрудничество активно продвигается и распространяется на массовом уровне. В других странах, к сожалению, в Казахстане такого не наблюдается. А почему так происходит? Ну, если брать, например, Казахстан, сейчас приоритет – это интеграция в рамках таможенного союза, единого экономического пространства. И основной дискурс идет вокруг этих моментов. Каспий, если обсуждается, то в основном с точки зрения сохранения экологии и биоразнообразия. В определенном смысле затрагиваются вопросы также развития нефтегазового сектора, его прозрачности, улучшения социально-экономического положения прикаспийских областей и все. А как бы и сотрудничество вот такое широкое на межгосударственной основе, ну, в лучшем случае, может быть, на двухстороннем уровне, даже, я бы сказал, межрегионального характера. Как Вы относитесь к евразийскому объединению в будущем? На мой взгляд, все-таки надо, чтобы таможенный союз, а затем единое экономическое пространство выполнили свои основные предназначения и сформировались, а уже потом идти по нарастающей. Я поддерживаю позицию нашего президента, который, в принципе, если верить критике со стороны белорусского коллеги Лукашенко, заблокировал создание Евразийского союза. Потому что и так интеграция идет форсированными темпами, и надо все-таки сначала что-то одно закончить, а потом начинать другое. То есть должен быть степ-бай-степ, шаг за шагом. А как Вы оцените отношение России-Казахстана в нефтегазовой сфере в перспективе? Все будет зависеть от того, как дальше будет развиваться добыча и транспортировка нефти и газа. Сейчас, например, ситуация немножко критическая. Если взять итоги прошлого года, то, например, Лукойл покинул два проекта в Каспийской части Казахстана. Почему? Потому что разведка не обнаружила запасов нефти. Россия также обращает внимание Казахстану на то, что месторождение Курмангазы, которое согласно соглашению 1998 года дошло под юридикцию нашей страны, оно тоже не дает никаких результатов, тогда как месторождение Центральное и Хвалынское, где Казахстан участвует в совещании с Россией, он имеет определенные дивиденды. И что Вы думаете по поводу транспортского газопровода? Какие у него перспективы в будущем? Ну, это, конечно, более политический, на мой взгляд, проект, реализуемый Евросоюзом и США, чем экономический. Потому что, если бы это был реальный экономический проект, приносящий соответствующие дивиденды странам-участницам, то, я думаю, и Казахстан бы активно подтянулся, бы участвовать в него. Может быть, и Россия как бы рассмотрела возможности. А так получается, что Иран вроде как хотел, Ирану дали понять, что не примут его. И получается, что все-таки эта политика превалирует здесь. А что Вы думаете по поводу транспортского газопровода, его перспективы? Ну, я думаю, что пока перспективы его туманные, да, скажем так. То есть, хотя желание сторон, оно известно, да, есть также и западные, так сказать, партнеры, или, скажем, те, кто хотел бы этот проект реализовать. Вы имеете в виду проект между Туркменистаном и Азербайджаном. Это вы имеете, да? Но я думаю, что пока все-таки проект находится под вопросом. Естественно, что для России важно, насколько он соответствует экологическим нормам. Ну и вообще, что скрывать, нам не очень интересно налаживание, так сказать, коридора поставки углеводородов из Средней Азии на Запад. Мы считаем, что это, мало того, что это, так сказать, противоречит нашим интересам. Во-вторых, ко всему прочему, это приводит в регион, так сказать, крупных геополитических игроков со своими очень туманными намерениями. Я вообще лично считаю, что большинство проектов, касающихся Южного коридора, которые Запад реализует и на Южном Кавказе, и в Средней Азии, они скорее носят, на самом деле, завуалированный политический характер, нежно экономический. Потому что никакой такой жизненно важной экономической необходимости для получения нефти и газа именно таким путем у Запада нет. Есть стремление использовать этот маршрут для усиления собственного влияния в данном регионе, для проникновения, так сказать, в Центрально-Азиатский, Каспийский и Южно-Кавказский регион, для вытеснения оттуда таких игроков, как Россия, Китай и Иран, и, в конечном счете, для наслаждения, так сказать, лояльных политических режимов. Я в этом абсолютно убежден. Да, прикрывается все это, в первую очередь, экономической целесообразностью, однако окончательная стратегическая цель, скорее всего, политическая. Скорее всего, политическая. Поэтому я скептически отношусь к этому проекту. А в России есть какой-то шанс самую выстроить политику в этом регионе? Ну, шанс у нас, шанс он есть всегда, вопрос в том, как его реализовывать. Я думаю, что такой шанс он был и сразу после распада Советского Союза, когда мы вообще не занимались этими делами, да, мы решили в тот момент отдать все это на откуп такому внешнему рынку, что называется. Собственно, кто запустил и сделал, возможно, все эти процессы, которые сейчас там проходят? Да, вот новая Россия и сделала. Новая российская элита, команда, так сказать, во главе с Борисом Ельциным, она, собственно говоря, провалила все эти внешнеполитические направления в свое время успешно, да. А сейчас мы пожинаем плоды вот этого 20-летнего бездействия или каких-то шараханий из стороны в сторону. И поэтому многое, конечно, потеряно, возможно, даже безвозвратно. Но, с другой стороны, я бы хотел сказать такую вещь. Мы мало работаем с тем фактом, что, на самом деле, уход России из региона, чего многие добиваются, я абсолютно уверен, будет иметь катастрофические последствия для самого региона. Я абсолютно в этом и глубоко убежден, что полный уход России из Средней Азии или из Закавказья, он вызовет очень серьезные, негативные, так сказать, проблемы, в первую очередь для этих регионов, в первую очередь для них. На всякий случай, так сказать, стоит напомнить простую вещь, что многие границы, которые были проведены в свое время административным путем, да, они до сих пор держатся только потому, что их признает Россия. Перестанет их Россия признавать. И границы эти поплавут. И желающих, так сказать, перекроить территорию будет очень много. И как, так сказать, с этим вопросом будут справляться страны региона, так сказать, неизвестно. Бабушка Надая сказала, я уверен, что, собственно, Россия является единственным и главным гарантом стабильности и территориальной целостности этих государств, так сказать, вот в этом регионе. Это касается, в первую очередь, государств Центральной Азии, но также это касается и всех остальных постсоветских государств. Продолжение следует...